книга открытым оком тема ереси секты вопрос 437 непротивление злу толстовщина что это за выражение отвечает игнатий тихонович лапкин лев николаевич толстой грубый и безобразный еретик антихрист на русской земле святой иван кронштадтский называл его львом рыкающим в ясной поляне в своем безумии сочинять он вывел для себя любимый им девиз чего не понимаю того не принимаю полностью отвергает ветхий и новый завет кроме нагорной проповеди христа толкуемой им собственной интерпретации он высмеивал и библию и церковь безумствуя предволюционное лихолетие и потому что он сделал для гибели россии его можно сравнить может быть только с григорием распутиным 1 вольно 2 невольно непротивление злу он понимал правильно на фоне того что он говорил и делал церковь от него уже ничего принять не могла даже в лице оптинских старцев авторитет льва николаевича был столь огромен среди интеллигенции что его считали вторым царем в россии считаю что просто так огульно отметать его это что было у него никак нельзя его переложение жития святых литературным языком крейцерова соната рассказы для детей написаны как будто для сегодняшних людей пал он не от гордости но более того от самой гордыни от тех мизерных знаний какие он имел исходя из своей маленькой веры в нагорную проповедь он не признавал бога как личность которую можно молиться преклонять колени и взывать отрицал загробную жизнь и все и и это едко высмеивал никто не знает кто находится после никто не знает кто где находится после смерти но мне кажется что пушкин находится в раю а лев толстой в аду непротивление злу насилием толстой понимал лучше чем понимает эти главы евангелия от матфея 5 и 7 главу православный синод патриархия зарубежная церковь старообрядцы старообрядцы вместе взятые я очень много читал произведений его толкования на евангелие которое было под запретом в годы советской власти жаль его но каждый сам определяет свое место он посеял великий соблазн в сердцах людей созданы на его учение общины подверглись полному разгрома от коммунистов могила подверглась надругательства от немцев церкви он предан анафеме жалкий несчастный лев